Кругом война, а этот маленький, на дне смеялись все врачи. Вот так, как уходится маленький, ну раз, и только урожки. Трогательную песню про маленького трубача воспитанники загородной школы номер 360 готовят для участия в конкурсе. В ней пять куплетов, в каждом из которых есть свои вокальные сложности. Однако главное – это прочувствовать текст, ведь песня повествует о настоящем подвиге. Трубач на своей команде не сдаваться, чтобы они победили. Вот, и он начал трубить, и они все победили, и он стал настоящим трубачом. Занятия в хоре стартовали 1 сентября. Их ведет Элла Хрусталева – джазовая певица, композитор, педагог по вокалу, аранжировщик и концертмейстер, участница четвертого сезона шоу «Голос» на Первом канале и руководитель коллектива «Мама Джаз». Ее занятие – это не просто вокальные упражнения, но и развитие эрудиции. Голос, он потом просыпается вместе с личностью человека. И это происходит, ну, процентов, наверное, в 70 случаев. И у многих деток можно это пробудить. И пробудить это именно через человеческий интерес, через дружелюбие, через какие-то интересные факты и события. Жесткого отбора нет, в хоре поют все желающие. Это маленькие ученики загородной школы номер 360, с 1 по 3 класс. Песни для участия в творческом конкурсе «Помнит сердце, не забудет никогда», который посвящен 74-й годовщине Великой Отечественной войны, выбирали всем коллективом. Мы каждый раз повторяем, повторяем, и потом в один день мы все запоминаем и поем. Нравится только сложно одно слово говорить. Какое? Конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда» проходит впервые. Его организатором стала загородная школа полного дня номер 360. В нем пять номинаций. Это стихи о войне, рисунки, мультимедийное творчество, свободная и вокальная номинации. Последняя не так проста, как кажется. Нужно не просто спеть, а сделать выступление с эпиграфом. Это надо не просто спеть, а надо сделать маленькую литературно-музыкальную композицию. И это надо прочувствовать, потому что без души тут уже никак. Тут уже будет не самоутверждение, вот как я пою о войне. Нет, это скорее будет, как я пою о войне. На следующей неделе начнутся отборочные туры. Выступление участников конкурса будет отсматривать компетентное жюри. А уже 21 апреля в 10 часов утра рязанцев приглашают на большой галоконцерт с лучшими номерами. Он состоится во Дворце молодежи. Вход свободный. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».